Надежда Горская. Дмитрий Бомашев. Очищение по дианетике вы не считали эффективным? Как-то вы писали, что это очень мягкие методы. Вы знаете, вот есть хорошие методы, есть хорошие методы. Это тоже голодание. Человек его может делать самостоятельно. Но вот появились клиники. Я лично ничего плохого в этом не вижу, кроме цены вопроса. То же самое проявляется в дианетике. Вот вроде бы нашли метод, как, что, 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 что там, это, но тут, так как выворачиваются, будем говорить, вот эти вот все интимные подробности, которые человек скрывается и которые его разрушают, скажу вам по секрету, а дианетика их помогает вытягивать, то потом вот эти вот учителя с отсутствием должного развития сознания, они это начинают полученное знание о клиенте использовать для того, чтобы высасывать с него денежки. И вот этот метод из-за этого и получил свою, так сказать, отрицательную сторону. Что для того, чтобы очиститься, надо пройти этот клир по шкале этой времени, в течение которого. А потом эту всю информацию начинают использовать против вас, чтобы выдаивать деньги. И получается такая какая-то плохая картина. И вообще какая-то там, вроде говорят, церковь там образовалась на основе этого. Я за то, чтобы, понимаете, вот каждый человек, чтобы вот как говорят в моих книгах было так все изложено по полочкам. И вы сверяетесь, ага, то сделали и то получили, что написано. Чтоб вы не нуждались ни в каких там учителях. Вот это вот, понимаете, уже, как бы сказать, первоклассность. Это уже класс обучения. Когда человек не сидит с вами, не пытается что-то на вас там нажить или так далее, и тому подобное. Заказанную услугу. А просто дал вам знания такие, что вы делаете, и все, шаг вперед, шаг назад, шаг лево, шаг вправо. И результаты, получается, те, которые надо. Вот. Поэтому с диаметикой, как бы сказать, получается, что люди стали ее бояться. Из-за того, что, как в гипнозе, ты им что-то там расскажешь, все это, знаете, под гипнозом. А потом это тут будет использовать против тебя.